Привет, друзья! Добро пожаловать на канал! С вами Жанна. Ну что ж, мы покинули великолепный город Великотырного. Завтра уже улетаем домой. Кстати, мне очень понравился город Великотырного. Я уже говорила в предыдущем видео. Это очень большой, огромный город. Но вот старая часть, конечно, вокруг замка просто великолепна. Мне очень понравилось бродить по улицам. Виды шикарные. Если не видели, смотрите предыдущие видео. Мы решили ехать через Шибку. Я думаю, многие из вас, наверное, слышали. Это такое место, горы, Шибский проход, где велись бои между русскими и турками. Русско-турецкая война была. То есть это очень важное историческое место для Балгар. И на вершине стоит памятник павшим в этой войне. Как раз и болгарам, русским, а всем, кто воевал с турками. Такой важный памятник освобождения Балгарии от турецкого ига. Османских правил, Османского правления. Ну вот, не держится у меня цветочек. Это мне подарил цветочек хозяин дома, где мы ночевали. Я говорю, блин, ну как-то люди вот одевают, у них держится. У меня не держится цветочек. Видите, не хочет держаться. Вот. Поэтому, да, это очень важное историческое место. И вот мы решили, раз мы находимся в этих краях, я просто опять камеру держу так, чтобы вы видели, что здесь сейчас одни густы. Там до этого были как бы так холмы. Вот. Но я постараюсь поснимать, конечно. Мы к самому новому памятнику не будем подходить, потому что у нас очень долгий путь. Почти три с половиной часа до места. Мы хотим посмотреть просто. И уже... Потому что я очень устала. Вчера вообще, я думала, мне плохо было очень. Я перегрелась на солнце. У меня прям ваш жар, наверное, был. Прям горело все руки, лицо. Вот. Я поэтому думала, сегодня я вообще не вышел. Вот. Но ничего вроде. Напилась воды, приняла душ несколько раз. Вроде отошло за ночь. Мы вообще хотели еще заехать на... Просто озеро приезжаем красиво. Еще мы хотели заехать на фабрику по производству розового масла. Но решили тоже, какой смысл ехать сейчас, потому что это уже не сезон, розы же собрали. Поэтому это весной надо было. Когда есть в Казанлыке, есть замечательный праздник. Роз. И там, по-моему, несколько дней. Вот я в прошлом году смотрела, мне хотелось съездить. Я думала, мы в следующий раз съездим. Но, вот видите, не получилось. Вот. Так что вот так, друзья. Вот такой план. Проедем через Шипку. Посмотрим и деревню. А деревню, кстати, я выбрала. Она где-то полтора часа от Софии, да, до аэропорта. То есть нам завтра ехать. Деревню считается тоже музей. Такой памятник. Там только тоже старинные домики. И, кстати, там проживало очень много революционеров, болгар, которые как раз-таки вот начали восстание, да, вот потихоньку против Османской, Османской империи. И очень, с ними очень жестоко расправлялись. Вот там было написано какое-то известное, ну, я уж извините, историю всю не знаю о Болгарии, но кое-что я, конечно, читала, что-то, видите, помню. И там были вот как раз эти революционеры, с ними очень жестоко расправлялись, и было написано кровавое письмо. Вот оно как раз уже и послужило вот этой самой накипной точкой, когда русское государство российское решило помочь все-таки болгарам и, так сказать, крестьянам, да, потому что турки-мусульмане, они угнетали, естественно, крестьян. Вот, и поэтому вот это как бы очень важное тоже место здесь считается. Вот так что посмотрим, там должны быть очень симпатичные тоже домики старенькие. Мы будем ночевать в одном из домиков, но, по-моему, не совсем стареньком, но все равно там, как бы, такое, наверное, тоже должен быть в стиле. Очень много там как раз разных гостевых домиков, вот если кому интересно, можете, ну, я думаю, вам будет интересно, в следующих видео посмотрите, что почему. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот мы и подъехали, ребят, смотрите, вот видите, возвышается на горе памятник. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 Ладно, поэтому мне захотелось чаю Ну и взяла Риану Так, ну давайте смотреть Пиво, ну, 2,80 В принципе, пиво нормальная цена, да, 2,80 Загорка, Риана Ну, остальные там, это Хейнекен 3,55, 4,55 Так, а такие напитки Ну, чай видите, 1,20 всего там Низ кафе 1,99 Ну, где-то получается 1 евро, да, там до 1 евро Вот, такие цены у нас на питье Ну и погорячее, да, кто любит Вот, это винная Вина Бутылка там, да, сколько, 20 левов 10 евро Виски, цены, ром, ликер Вот, все, джин И водка, вот сколько, 2,40 1,20 евро Так, ну вот, видите, нам вообще в меню сказали, что есть все Все, что в меню, все есть Так что, хорошее меню Ну, все, будем ждать нашу еду Так, принесли нам хлеб И горшочек с едой Курицы пока что еще не люблю Картошечка И моя курочка Ну, что ж, ужин Капрившицы нам обошелся в 29 лево Где-то 15 евро Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...